Наш Стэн все-таки не пальцем делан, не глупое животное, поэтому нашел оптимальное для себя решение. Чтобы не плавать, проще выдохнуть часть воздуха и поместиться на дно. А голова торчит сверху, дышишь спокойно и плавать не нужно. Хитрюга наша. Вот как раз лапы упираются в дно, значит можно отдыхать. Как говорится, отлынивать от своих физкультурных обязанностей, для которых я его в ванной оставляю. А так он бодренько бы плавал. Пытался бы выбраться всячески. Мы-то знаем его. Знаем, как он любит выбираться. И как он так вот недоверчиво, недоверчиво на нас смотрит. Прямо в глаза нам. Говорит, ну, ну что ты издеваешься надо мной, человек? Выпусти меня вот же отсюда. Лучше дай поесть. Да? Да. О, недоверчиво, недоверчиво так смотрит. Осторожненько. Но спокойно пока его... Пока он просто тяжело выдыхает и выдыхает. Ну, еще несколько минут такого плавания, процедур, пока вода теплая. И тепленького будем его кормить. Как раз лучше всего прогреть варана, как можно лучше, прежде чем давать ему какую-нибудь тяжелую пищу, вроде тех же размороженных мышей. Ну, а если мы его пошевелим, то он будет плавать. Все, зашевелился. Ну, пока еще сообразил, что можно не плавать. Удивительные вараны, они плавают гораздо лучше, думаю, чем млекопитающие, поскольку у них еще и хвост хорошо приспособлен для того, чтобы грести. Конечно, ванна уже не такая большая, чтобы показать, как он гребет вовсю хвостом. Но, тем не менее, периодически это можно увидеть. Да, вода становится прохладненькой все более, поэтому будем его вынимать буквально через пару минут. А вот так вот можно держать его очень долго. Например, можно... Он задержит дыхание, и я почешу ему голову под водой. Таким образом можно будет старую кожу с головы снять. Ну, сейчас он явно не в настроении. Сейчас немножко минутку-другую попалдыхается, и будем вынимать его. И кормить. Время теплого горячего завтрака. Вот у нас мышка размороженная. Забрался-таки. Он уже понимает, что как можно быстрее нужно, а то мучают. Заставляют бегать, прыгать. Правда, одной мышки ему мало, но пока ему больше нельзя. Пока что ограничимся всего одной. Завтра дадим насекомых. Все-таки такую плотную пищу, как мышь, даже такому плотоядному варану часто нельзя. Он еще думает, что что-то у него может быть, что-то в руке, но ничего. Ничего нету. Может, на камере есть что-то? Не, на камере тоже ничего вкусного. Он бы сразу распознал, если бы это была мышь. То ли чует, то ли уже к внешнему виду привык. Но, скорее всего, конечно, чует, что мясцо. Поэтому на руку он реагирует гораздо лучше, чем на камеру. Ну ладно, мы его оставим гулять. Переваривать. Сам займусь делами.